Добрый день всем телезрителям Новоурайской обещательной компании. Вы смотрите программу «Про здоровье. Наш новый медицинский телепроект». Сегодня мы обсудим тему материнства, детства, гинекологической помощи в Новоуральске. Тема актуальная. Во-первых, все мы уже знаем, что президент России Владимир Путин объявил 2024 год годом семьи. Ну а семья, прежде всего, согласитесь, это мамы, дети. И, во-вторых, у нас в Новоуральске очень важно появились новые доктора, новые кадры именно в этой сфере. Я представлю наших гостей. Татьяна Васильевна Зимарева, заместитель начальника ЦМСЧ по детству и родов с поможением. Татьяна Васильевна, добрый день. Денис Рустамович Ибрагимов, заведующий гинекологическим отделением городской медицинчасти. Денис Рустамович, здравствуйте. И Ольга Анатольевна Виснина, врач, акушер-гинеколог, женской консультации, правильно? Добрый день еще раз, уважаемые медики. Очень приятно видеть вас еще в белых халатах. Татьяна Васильевна, давайте с вас начнем. Вы теперь возглавили достаточно новую службу в нашем городе по детству и родов с поможением. Вот для чего она была организована, что вы делаете, что вы координируете? Наша служба детства и родов с поможением – это неотъемлемые взаимодополняющие структуры. Это родительное отделение, женская консультация, детская поликлиника, педиатрическое отделение. Без здоровья наших мам, наших будущих мам, мы не увидим здоровья наших детей. Поэтому, учитывая демографическую ситуацию в стране, показатели заболеваемости женского населения, мы особое внимание уделяем развитию и качеству оказания медицинской помощи именно в сфере акушерства и гинекологии. Руководство ФМБА оказывает нам в этом организационно-методическую помощь. По поручению первого заместителя руководителя ФМБА Татьяны Владимировны Яковлевой, 22 ноября к нам приезжал главный внештатный врач, акушер-гинеколог Филиппов Олег Семенович с целью проведения анализа акушерской гинекологической службы в нашем городе, также внесения своих предложений по поводу улучшения. Что сказал? Все хорошо, правильно, все сделали, организовали? В целом, отзыв довольно-таки неплохой. Есть, конечно же, определенные замечания, которые мы уже начинаем устранять, мы активно над этим работаем. Перспективы у нас хорошие. И те предложения, которые были внесены Олегом Семеновичем, они будут развивать и улучшать непосредственно нас и нашу помощь. На сегодняшний день в медико-санитарной части у нас трудоустроено 16 врачей-аккушеров-гинекологов. 16? Это включая роддом? 5 врачей – это врачи женской консультации, 10 врачей – это врачи стационара, сюда входит гинекологическое отделение и родильное отделение, 2 врача-аккушеры-гинеколога, внешние совместители, один врач у нас из города Екатеринбург, один врач из города Томска. Ну и 2 врача у нас в декретном отпуске сейчас находятся. Внешние совместители, это что значит, как они работают? Внешние совместители были приглашены нами с целью улучшения и сокращения сроков для женщин, получающих оперативную гинекологическую помощь. Оперирующие, получается. Да, мы женщин готовим, обследуем, приезжают врачи, первоначально на них смотрят, консультируют и оказывают оперативную помощь. За последний месяц было трудоустроено вот из этих всех перечисленных 5 врачей-аккушеров-гинекологов. Которые в том числе сегодня и у нас. В том числе, да. С октября этого года у нас работает врач Брагимов Денис Рустамович в гинекологическом отделении. Думаю, мы удадим. Да, ну что, Денис Рустамович. Да, еще раз здравствуйте. Зовут меня Ибрагимов Денис Рустамович. Откуда вы, как вы к нам попали? Родом я из города Уфа, Республики Башкортостан. Окончил Башкортостский государственный медицинский университет. В данный момент, имея общий стаж по врачебной деятельности более 19 лет, также у меня имеется высшая квалификационная категория. Прибыл я, получается, в гинекологическое отделение на должность заведующего отделением. Вот, по приглашению администрации медсанчасти номер 31. В качестве мер социальной поддержки администрация города и администрация больницы предоставили мне и моей семье благоустроенную двукомнатную квартиру. Это стало решающим моментом при принятии решения переехать? Это был один из положительных моментов, потому что также нас включили в программу по предоставлению компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей. Это все от корпорации «Росатом» и от больницы, и от администрации города. Хорошо. Сколько вы здесь уже работаете у нас? Я тут уже, получается, работаю второй месяц. Второй месяц. Как вам город? Отличный город. Очень хороший город. Спокойно, тихо, очень хорошо. Отзывчивые, добрые люди. Коллектив больницы, конечно, хоть и не полностью укомплектован, но все очень доброжелательные и отзывчивые. Отзывчивые доктора, медсестры, санитарочки. Как вас в отделении приняли? Хорошо? Да, в отделении приняли хорошо. Все оказывают помощь посильную. Я еще не могу не сказать, что Денис Рустамович приехал с супругой, и она, что самое важное, тоже доктор. Кто она у вас? Супруга моя. Хоть это сегодня не по нашей теме, но… Да, супруга моя является врачом-профпатологом и терапевтом в первой поликлинике. То есть у нас еще один врач, там, по следующей тематике, да? Понятно. Ну вот расскажите перспективы вообще, что вот вы приехали в отделение целое, возглавили. Как вы оцениваете вообще работу, что не хватает, куда будем двигаться в этом отношении? По оснащению отделения могу сказать следующее, что отделение оснащено современно. Все оборудование, необходимое для оказания помощи, причем не просто квалифицированное, а высококвалифицированное помощи, имеется в отделении. Шикарный ремонт, очень хорошо работает кухня. Отзывы пациентов шикарные. Так это вкусно кормят, это все хорошо. Также администрация больницы работает в тесном контакте с многопрофильными стационарами. Тоже были озвучены, что вот город Екатеринбург, город Томск, приезжают специалисты, делятся опытом, оказывают методическую и практическую помощь. За счет этого в нашем отделении удалось увеличить количество плановых оперативных вмешательств. Ну вот, например, плановые большие полостные операции в сентябре была всего одна, а в ноябре уже 14 операций мы сделали. И малые гинекологические операции в сентябре было сделано 33, а в этом месяце уже 46. 33 и 46. Это благодаря тому, что есть люди, да, кадры? Да, есть люди, кадры. То они выполнились, именно вот эти цифры. Вот, и я надеюсь, что в будущем при таком тесном контакте, при такой тесной работе со специалистами, как местными, так и приезжими, мы сможем увеличить эти показатели для обеспечения здоровья наших прекрасных дам. Очень приятно, да, что у нас заведующий появился, что отделение не покинуто, да, что все замечательно. Так, Ольга Анатольевна, теперь к вам вопрос. Вы работаете врачом женской консультации, там тоже кадровая ситуация не очень хорошая, да, мы знаем. И вот вы прибыли на помощь. Расскажите, пожалуйста, о себе, откуда вы, как попали к нам? Я приехала к вам из Алтайского края, отработала 20 лет, в межрайонной центральной больнице обслуживали небольшой город, в два раза меньше численности, чем у вас, плюс близлежащие районы, шесть районов обслуживали. Все, захотела поменять место жительства, созрела, наверное, для этого, искала в течение полугода вакансий, просматривала в интернете, увидела объявление, что в Ашу ЦМСЧ требуется врач-акушер-гинеколог, и решилась на переезд. В данный момент я работаю в женской консультации, плюс в детской поликлинике. Вот, да, подождите, как вам город сначала? Вот с этого начнем. Город мне понравился. Город маленький, небольшой, все компактно, в шаговой доступности. Ну, конечно, учитывая то, что я росла в степи, у нас степь, а здесь у вас горы и лес, мне очень нравится. То есть нет такого, что не ваше, да, все хорошо, в коллективе как вас приняли тоже. В коллективе меня приняли душевно, коллеги тоже консультативно помогают, потому что есть определенные нюансы, работа информационной системы совсем другая. Там я тоже работала, ну, другая программа была. Ну, привыкаете, да? Привыкаю, адаптируюсь, да. Понятно, у вас уже, наверное, пациентки появились, да, постоянные, как у нас, так, знаете, так бывает, что у каждого врача очень большой список постоянных пациентов, которые хочу только к этому врачу, появились уже? Все в процессе. Я работаю 16 ноября, две недельки, получается. Ничего, понятно. Вы сказали про детскую поликлинику. Кто вы там, что вы делаете, и вот это тоже новое, да, у нас что-то появилось, да, Татьяна? У нас появился, да. Да, я провожу медосмотр у девочек плюс консультативные приемы с заболеванием. Хотелось бы особый акцент сделать на медосмотрах. Смотрим возрастные категории 3 года. Когда девочки проходят медосмотры в детский сад 6 лет, когда перед школой проходят медосмотры 13 лет, и в последующем с 15-летнего возраста ежегодно. Почему мы смотрим 3 год, возрастная категория 3 года и 6 лет? Потому что в этом возрасте может иметь место преждевременное половое развитие, плюс воспалительные заболевания. 13-летних смотрим, потому что здесь уже девочка становится девушкой, развиваются вторичные половые признаки, и здесь, наоборот, мы исключаем задержку полового развития. Плюс идет рост молочных желез, исключается патология молочных желез, и имеют место также воспалительные заболевания. После 15 лет, естественно, делаем акцент на исключение патологии становления менструальной функции, потому что в этом возрасте все еще поддается корректировке. А если же девочка не будет наблюдаться, в последующем она не сможет выполнить свою репродуктивную функцию. То есть, вероятно, такие диагнозы, как бесплодие и невынашивание. Ну и также молочные железы осматриваем, исключаем патологию, и плюс воспалительные заболевания. То есть там вы работаете по записи, да? По записи. Запись открыта уже, да. Запись открыта, можно записаться. То есть вы уже ведете прям приемы всю мачту. Да, с понедельника, с 28 ноября. То есть в городе все равно необходимость была именно в детском гинекологе, да? Правильно я понимаю, что детский гинеколог был очень нужен для города, потому что, безусловно, есть девочки, которые имеют уже иногда даже в очень раннем возрасте определенную гинекологическую патологию. Требуется консультация и лечение. То есть это будет у нас востребовано и нужно обязательно. Да, очень нужный специалист, потому что мы очень рады, что только Анатольевна у нас появилась. Да. Живите у нас, пожалуйста, никуда не уезжайте. Я думаю, что медсанчасти поддерживают тоже до вас. Аналогично такие же поддержки, да. Как у Дениса Рустамовича. То есть вы квартиру получили, да, подъемную, вот это все, то есть это все-таки действенный метод, хотя говорили о том, что сейчас уже вот не заманишь врачей ни квартирами, ни миллионом, ничем, то есть все-таки это работает, как ни крути. Это работает, но от коллектива тоже очень много зависит. Вот, чтобы, какие бы блага мы не предлагали врачам, если будет прием не очень радушный, да, ну, врач просто уйдет. Да, врачи, потому что везде нужно, это не проблема, да, найти работу. Поэтому мы всегда рады, мы всегда приветствуем, настроены мы, доброжелательно. Сколько сейчас вот у нас дефицит именно вот в вашем направлении докторов? Что осталось еще? Нам нужно, ну, если совсем, да, выйти на хороший уровень, еще бы два врача, акушера, гинеколога нам бы не помешали. Они ищутся? Они ищутся, мы сейчас ведем переговоры, пока ждем ответа. Пока не будем ничего не говорить, да, но главное, что эта работа ведется, да? Конечно. То есть не хватает всего два. Они в отделении, да, наверное, пойдут? Хотелось бы двоих. По подразделениям их пристроим, распределим. Такая глобальная цель, да, вот вообще всего, организации вашей службы, вашей работы, чтобы женщины в Уральске рожали, в Уральске и как можно больше рожали, да, и создавалось как можно больше семей со здоровыми детьми. Вот расскажите о проектах, да, вот следующего года, что вы для этого планируете делать дальше? Ну да, действительно, на самом деле, такие проекты существуют. Пока вот именно в стадии только проекта мы планируем реализацию в 2024 году, направленную именно на повышение рождаемости, на социальную поддержку, материальную поддержку, снижение количества абортов. Женщине помочь в стадии репродуктивного выбора принять все-таки правильное решение, сохранить жизнь, сохранить ребенка. Пока эти проекты мы бы прямо сейчас раскрывать не хотели, да, потому что мы их будем реализовывать в течение года. Идей много, запланировано много. Как вы уже сказали ранее, 2024 год у нас объявлено годом семьи, поэтому в течение года мы обязательно будем вас и население информировать. Ну еще такой у вас федеральный глобальный проект, да, я родился в ФМБА, это тоже с вашей стороны, да, все верно. Давайте тогда еще затронем тему роддома, что там, как там, кто сейчас работает. Я понимаю, что мы сейчас, как и вся страна в демографической яме, рожают мало, да, но вот такое вот время сейчас. Вот сколько у нас родов бывает и какая обеспеченность кадрами в роддоме? Ну, в роддоме на сегодняшний день у нас работают два основных врача и два совместителя, то есть это дежуранты, также три врача-неонатолога. Это которые деток маленьких принимают в свои руки, смотрят. Да, все верно, то есть они обеспечивают наблюдение, все необходимую помощь детям в первые часы и в первые дни жизни. В плане рождаемости демография у нас изменилась. Отрицательная, да. Отрицательная, да. Что мы можем для этого сделать? Нам всем известно, что часть женщин маршрутизируется. Да, в Тагиле, Екатеринбург, да. Да, это женщины высокой группы риска. Мы, к сожалению, не всех можем у нас оставить, но тот поток женщин, которые низкой и средней группы риска, которые могут быть родоразрешены у нас, мы по максимуму стараемся их сохранить. И родить здесь. Женщинам комфортнее здесь. Ну, конечно, это невероятно. Вот все познается в сравнении, да. Кто-то говорит, что там и палата на 5 человек, здесь у нас индивидуальные палаты на одну мамочку, с малышом рядом, свой туалет душевая. Это невероятно. Просто такие условия, как в санатории, они вряд ли вообще где-то можно их найти, да. Условия замечательные, да. И с целью знакомства будущих мам с нашим роддомом, когда нам позволит эпид-обстановка, мы организуем экскурсию. Даже? Да, это будет проходить ежемесячно. Будем собирать группу мамочек будущих и показывать им роддом. Кто уже подходит, да, по срокам, там, и туда отводить. Прямо серьёзно на экскурсию в роддом. На экскурсию в роддом, как только нам эпид-обстановка это позволит. Понятно. Очень замечательно. Уважаемые доктора, спасибо вам, что за интересный разговор, за то, что пришли к нам сегодня, за то, что познакомились мы с вами, с нашими новыми докторами. Для нашего города это очень-очень важно. Спасибо, что вы вот не побоялись показать себя. Я думаю, что вот наши телезрители увидят и поймут, какие замечательные врачи к нам пришли. Это немножко должно нас всех успокоить, что мы в надёжных руках. Я имею в виду женское население, да, нашего города. Тогда хочется пожелать вам удачи в работе, успехов, благодарных пациенток и поменьше их. Пусть их будет поменьше, но пусть у вас будет и высокая зарплата, и всё хорошо, чтобы вы прижились в нашем городе. Хочется пожелать нашим дорогим, уважаемым женщинам, девушкам, девочкам, мамочкам здоровья и приходить к нам. Приходить не тогда, когда уже всё плохо, а тогда, когда всё хорошо, и мы можем что-то предотвратить, что-то выявить своевременно, ну и, естественно, помочь закончить беременность благополучно. Спасибо. Увидимся в эфирах на Бурайской вещательной компании. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова